Гитлера и Муссолини в августе 41-го года. Гитлер своими глазами хотел увидеть непокорившиеся стены русской цитадели, понять, почему же его прославленная дивизия задержалась здесь так надолго. Объяснить крепость духа защитников его генералы не могли. Гитлер не верил в железных людей, он верил в железную технику. И ему с гордостью показали поверженные дальнобойные орудия и танки. Правда, не сказали, что этого оружия у защитников крепости не было, что его собрали в окрестностях Бреста и свезли сюда, чтобы произвести впечатление и оправдать потери. Муссолини заметил выцарпанную на стене надпись, попросил перевести. «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». Это настолько потрясло его, что Дуччи надолго замолчал. А Гитлер здесь же подобрал тот самый кирпич с расплавленными гильзами. Но никто не показал Гитлеру кладбище 45-й дивизии. И никто не сказал, что солдаты вермахта продолжают гибнуть в крепости от пуль невидимых защитников. Не рассказали ему и солдатскую легенду о «Фрау Мид Автомат» – женщине-призраке из подземелий, вооруженной трофейным автоматом. Солдаты говорят, что каждая ее пуля попадает в цель. Потом она исчезает под землей, и также неожиданно ее выстрелы раздаются в другом месте. Все попытки поймать ее или убить тщетны. Ее удавалось заметить лишь издали. Вид этой женщины был страшен. Она кажется духом мести и смерти. Каждый раз, отправляясь на дежурство в крепость, немцы молились и желали друг другу не встретиться с кудлатой. Накануне приезда фюрера из караула не вернулись двое солдат. Гитлер уехал, а «Фрау Мид Автомат» осталась. Кто знает, решился бы ли он дальше воевать с Россией, если бы ему рассказали о ней и других защитниках Брестской крепости, которые остались здесь сражаться до конца. Смог ли бы он понять, что крепость – это не стены, а прежде всего люди. Бойцы 393-го отдельного зенитного дивизиона и небольшие группы, которые не успели выйти из крепости в первые часы. В этих казематах скопилось около 400 человек – бойцы и командиры из разных частей подразделений. Сюда же отошли семьи командиров. Никто друг друга не знал. В первые минуты войны командиров здесь тоже не оказалось. Через несколько часов сюда пробился командир 44-го стрелкового полка майор Гаврилов. И на этом участке организовал оборону. Весь личный состав был разбит им на взвода и роты. Каждому указан свой сектор обороны. Создан штаб обороны во главе с капитаном Касаткиным. Организован госпиталь, который возглавила Раиса Абаку. Уцелевшие после обстрела артиллеристы, среди которых был и наводчик Бондарев, вытаскивают свои легкие сорокопятки на крепостной вал. Отсюда хорошо видны машины с гитлеровскими солдатами. Они едут как на прогулки, так же, как они привыкли в Европе. А они уже аля-алю, аля-алю, по Кобринскому шоссе. Мы развернулись. Они не увидели до сна. Когда мы выстрелили, я выстрелил, а они еще не успел. Второй выстрел сделал. А они сразу, хоп, миды. Защитники ведут бой уже 10 часов подряд. Фомин одну за другой посылает разведгруппы в Брест и в Кобрин, но они не возвращаются. Никто не знает истинного положения дел. Уже к 12 часам Брест полностью занят противником. Все пути отступления отрезаны. Но, вопреки ожиданиям гитлеровцев, сопротивление только нарастает. Попытка захватить крепость схода не удалась. Наступление захлебнулось. В 13.15 немецкое командование бросает в бой резерв 133-й пехотный полк. Безрезультатно. Вперед выдвигается батарея штурмовых орудий. Их поддерживает огонь 9 200-мм мордир. Все тщетно. Крепость оказывает сопротивление. В 14.30 на занятый немцами участок Кобринского укрепления прибывает командир 45-й дивизии Франц Шлиппер, чтобы лично оценить ситуацию. Он убеждается, что его пехота не в состоянии самостоятельно взять цитадель. Шлиппер отдает приказ с наступлением темноты отвезти пехоту и возобновить обстрел из тяжелых орудий. Это первое отступление прославленной 45-й дивизии с начала войны в Европе. К вечеру в списке убитых пополнили 21 офицер и 290 унтер-офицеров и рядовых. В числе погибших оказались и командир 3-го батальона капитан Пракса, и капитан Краус, командир 1-го дивизиона 99-го артиллерийского полка вместе с их штабными офицерами. Тем временем в ставке фюрера в Берлине царит деловое, но радостное оживление. За несколько часов первого дня войны немецкие войска продвинулись вглубь советской территории на десятки километров. Однако фюрер едва заметно нервничает. Командование 4-й армии почему-то не докладывает о взятии Бреста, хотя прошло уже несколько часов, как 45-я дивизия должна двинуться дальше. Когда фюреру наконец докладывают, что штурм крепости возобновится завтра, он не сразу верит, но не раздражается, чтобы не омрачать удачный день. Для Гитлера Брест был важен и как военный объект, и как символ. Именно здесь, в 1918 году, советская Россия встала на колени и признала величие Германии, безоговорочно приняв все условия победителей. Но потом был позорный для Германии Версальский мир, а Россия разорвала Брестский договор. Ее следовало наказать, и наказать здесь, в Бресте. Кроме того, Брестскую крепость нельзя было просто обойти. Ключевую позицию занимала крепость Брест-Литовск, и прежде всего, ее цитадель, которая сыграла важную роль уже в 1915 и 1939 годах. Нельзя было обойти крепость и оставить ее незанятой, так как она преграждала важные переправы через Бук и подъездные пути к обоим танковым шоссе, которые имели решающее значение для переброски войск и обеспечения снабжением. По планам немецкого командования через Брест должны были безостановочно идти войска, нацеленные на Москву. Гитлеровские генералы считали крепость серьезной помехой, но как мощный оборонительный рубеж не рассматривали. Из воспоминаний лейтенанта Анатолия Виноградова «В первый день рядовой Васильковский принес мне планшет с военной топографической картой, взятой им у убитого фашистского офицера». Эта карта раскрыла нам весь замысел вражеского командования. По приказу они должны были овладеть крепостью 12.00 22 июня. Из этих ворот бойцы под командованием полкового комиссара Фомина переходили в контратаку. Эти контратаки захлебывались, люди погибали. А позже, 23 июня, немцы гнали впереди себя в качестве живого щита захваченных там в госпитале наших раненых, женщин и детей. И они кричали защитникам крепости «Стреляйте! Стреляйте в нас, лишь бы враг не прошел». Все это происходило здесь, на этом месте, на этом мосту. Когда нас вели в плен, на этом мосту немцы расположили несколько орудий и били по крепости. И вот нас вели по этому мосту, и они нас приказали ложиться прямо около этих орудий. Мы с детьми вели, вы представляете, когда бьют 4-5 орудий, это что-то в голове, понимаете, мозги все присутствуются. У Слави лопнула барабанная перепонка. Он сейчас глухой на дну совсем. А у Ниночки, я смотрю, стали сидеть волосики. И ж одна за ногу, девочка, маленький друг, стали сидеть от страха волосики. Штурмовые орудия продолжают методично обстреливать крепость. На столетние стены бросают всю мощь артиллерии корпуса. Вскоре подвозят два сверхтяжелых орудия, 600-миллиметровые самоходные мортиры системы «Карл». Каждая из них носит собственное имя. У этой на лафете надпись «Тор». Двухтонные снаряды оставляют воронки глубиной 10 метров. В Европе одно только появление Карла у стен осажденного города означало победу. В Бресте первой жертвой Карла стал 19-летний немецкий рядовой Вернер. При первом же выстреле сверхмортиры он умер от разрыва сердца. его семье написали, что он геройски погиб за Великую Германию. В 10 утра наступило затишье. Всякое сопротивление безвысленно! Вставайте! Всякое сопротивление безвысленно! Вставайте! Во время перерывов в стрельбе следовало все время передавать предложение о сдаче в плен, чтобы подорвать боевой дух русских. Это удается только отчасти. По донесению 45-й дивизии на второй день войны сдалось около 1900 человек. Среди них много женщин и детей, но были и военнослужащие, в основном резервисты, прибывшие на сборы. Они были одеты одни в гражданские формы, другие значит полувоенные формы и у них с собой были подушки пуховые подушки и вот они с этими подушками на грудь ее брали как предохранитель, как бронежилет что ли. Вот пытались выйти из крепости. К середине дня 23 июня Гитлер вновь требует информацию о состоянии дел в Бресте. Ему уже не терпится перенести ставку на восток поближе к фронту. Во время войны в Европе ставка перемещалась на покоряемую территорию практически сразу, как только войска Рейха переходили границу. Теперь же, получив первые новости из Бреста, фюрер решил подождать. Третий день обороны начался сорт обстрела по мощи сравнимого с началом войны. Гитлеровцы отмечали упорство и мужество защитников Брестской крепости, но понять, почему крепость сражается и не сдается не могли. Поначалу крепость никто и не собирался оборонять. Красноармейцы пытались вырваться из каменного мешка и с большими потерями это удалось немногим. Те, кто не смог прорваться, ожидали помощи у своих, не зная, что немецкие танки уже у Минска. Из воспоминаний капитана Константина Касаткина в 10.00 заметил в бинокльках по дороге к восточному форту брел мальчик. Небольшой, лет 6-7. Вокруг пули, взрывы, а он бредет. Потом пропал. После артообстрела в цитадель прорывается штурмовой отряд 133-го пехотного полка. Он вызволяет заперто в клубе солдат первого эшелона вторжения. Бои идут уже в казематах. Одновременно атаковано самое крупное Кобринское укрепление. Противнику удается овладеть большей частью главного вала. Там группа капитана Шабловского попадает в плен. Папу и военных привели за подвечер. Вот по этим балам их вели. Вот, 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 вот. И там вот они их поставили. Вот там стояли военные. А мы стояли внизу. И начала кричать мама, папа, папа. Но я ему тоже кричала, что-то кричала. Он меня не мог услышать, потому что тут знаете, что творилось? Тут такой вой стоял, крик, дети кричали. Единственное, что я просто стала наблюдать, его вижу. Как у него, значит, он еле стоит, его солдаты поддерживают под руки. Раисе Шабловской тогда было 8 лет. Многое из событий тех безумных дней она не помнит. Но самые страшные мгновения в ее жизни остались от себя, потому что он у него рядом шел. Крикнул, кто не хочет позора плена за мной. Прыгнул на это перило, встал и полетел. Сюда вот, на эту сторону прыгнул. За ним еще прыгали, на их на ходу расстреливали всех. Нас потом всех вернули назад и утром нас гнали обратно. Мама потом мне говорила. Вот наш папа, наверное, говорит. Его гимнастерка прямо так вот набухшая вся такая. Знаете, он же без ремня был, ремень Многие жены командиров сражаются в казематах вместе с мужьями. Штурмовики 45-й дивизии сообщают командованию о женском батальоне. Но это преувеличение. Женских подразделений в крепости нет. 24 июня после захвата цитадели на третий день войны командование 45-й дивизии первый раз докладывает о взятии крепости Брест-Литовск. И только тогда эшелоны со ставкой Гитлера отправляются на восток, к местечку Растеберг. Но в крепости об этом не знают. Крепость продолжает сражаться. К вечеру того же дня в здании инженерной казармы собираются оставшиеся в живых командиры и проводят короткое совещание. Его и там ставится приказ номер один единственный документ осажденного гарнизона. Из-за начавшегося штурма его даже не успели дописать. Но именно он сохранит фамилии командиров и номера сражавшихся подразделений. Мы поставили орудие и давай лупить по ним. А они думали, что так пройдут. А у них мы их так ну я не знаю сколько, сегодня 20-30 убили. Ночью давай туда подползем. И их питание, их жранье, эти сумки сняли и ползком-ползком протащили, стали кормиться вот их немецкой едой. Мы продержали еще одни двое, а потом совсем ничего не стало. После падения цитадели главный очаг сопротивления восточное укрепление. Кобринский вал штурмовики пытаются взять неоднократно, но артиллеристы 98-го противотанкового дивизиона твердо держат оборону. Они подбивают пару танков и несколько бронемашин. Когда противник уничтожает пушки, бойцы с винтовками и гранатами уходят в казематы. Хроникеры в Ихеншау с удовольствием снимают пленных. Никакого риска, а смотрится эффектно. Но для полноценного фильма этого мало. Министерство пропаганды в Берлине требует только победных кадров из Бреста, но войска не могут их обеспечить. В ход, как обычно, идут инстинеровки. Вот одна из них. Солдаты штурмуют ДОТ. Обстреливают из пулеметов. Огнеметчик подполз совсем близко и поливает огнем. Но из ДОТа никто не стреляет. Там просто никого нет. Начальству и зрителям понравится. Вскоре отснятые в Бресте кадры мелькнут на киноэкранах, но никто не скажет, что бои за крепость еще идут. Штурмы и артобстрелы гитлеровцы сочетают с психологической обработкой. С помощью листовок немцы призывают к сдаче, обещают жизнь и гуманное отношение. А вон там на том месте туда подальше они поставили как они смогли не знаю такой вот аппарат кричат Русь сдавай все конец мы значит уже Смоленск Минск взяли а вы все здесь воюете ну а что мы знаем что это глупость мы знаем что наша Красная Армия придет обязательно у нас не было никакого сомнения они 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 кричали рус сдавайся но даже не поняли что в крепости были не только русские белорусы осетины украинцы узбеки татары калмыки грузины чеченцы гарнизон крепости был маленьким отражением своей отчизны здесь сражались солдаты 30 национальностей но они были едины как и вся страна восточному форту невозможно подступиться там организована превосходная оборона ее возглавил какой-то майор восточный форт подколообразно ведут кобринских укреплений какой-то майор это командир 44 полка Петр Гаврилов боевой офицер участник финской войны он был едва ли не единственным старшим офицером который смог пробиться в крепость к своему подразделению 27 июня по иронии судьбы на этот день парткомиссия дивизии назначила слушание персонального дела коммуниста майора Гаврилова кто-то из сослуживцев написал на него заявление назвав паникером убеждающим бойцов что война с немцами не за горами впрочем Гаврилов этого не скрывал но заседание парткомиссии не сулило ничего хорошего от взыскания Гаврилова спасла война 27 июня Шлипер вновь докладывает о взятии крепости и это вновь ложь крепость воюет крепости которая сама находится на двух реках окружают ее обводные каналы не было воды и защитники мучились от жажды дело в том что фашисты артиллерийским огнем при первом же при первом же обстреле крепости вывели из строя водопровод хотя некоторые защитники крепости утверждают что вода в водопроводе пропала еще за несколько часов до начала войны в водопроводных буквально изо дня на день ждали что вот-вот может быть пройдет дождичек но это дождя не было и вот воздух перемешанный с гарью с пылью как-то давил горло хотелось пить открыли колодец метр два а там конская там были немецкие конюшни когда-то все через противогаз ничего не берет ничего нельзя пить воду смешанную с конской мочой и навозом пить было нельзя даже умирая от жажды в колодце ставшим бесполезным перед контратакой закопали знамя дивизиона и документы они собирались забрать все это после возвращения там же спрятал свой комсомольский билет Петр Бондарев Акимович давайте собираемся и прорвемся вот сюда один пошел его убило послали одного послали второго тоже нет тогда собрались человек двадцать пять взяли начало у нас один только крабиной и принесли склады питания гранат принесли ночью сумели принесли гранаты набрались гранатами и пробьемся давай пробьемся только к воде один дотронулся и как начали бить и по воде и в воздуше и кругом нестерчук погиб в бою а лейтенант Акимочкин расстреляв все боеприпасы с последней группой бойцов пошел в рукопашную и будучи тяжелораненым попал в плен озверевшие от больших потерь фашисты расстреляли его на месте а позже в Бресте нашли и убили его детей шестилетнего Вову и четырехлетнюю Аню Петр Бондарев в этой атаке был ранен осколками Этой же миной убит бежавший рядом политрук Ширяев Мне ранило одного попало в живот граната на меня все крови и меня все осколки по ногам и я молча эффект непгад был и вот 10 11 12 12 13 20